Доброго времени суток, уважаемые любители единоборств. Сегодня мы с вами рассмотрим, возможно, один из самых скандальных боев 2021 года. Сейчас мы видим, как Шокимура отбирает пояс чемпиона мира у двукратного олимпийского чемпиона из Китая Зоу Шимина. А какое это имеет отношение к происходящему, спросите вы? Наверное, самое прямое. Вот нам показывают, что в перерывах между боями Шокимура работает на фабрике по производству алкоголя в Японии. Вот нам показывают второго участника этого боя. Сюань У. Это китайский боец, который вышел из Санда, вот нам его показывают. И он объявил перед этим боем, что хочет отомстить за поражение своего соотечественника Зоу Шимина. И вообще это бой Китай против Японии. На самом деле, как мы понимаем, с помощью подобных вот националистических и российских лозунгов можно привлечь внимание к бою. На самом деле, китайский боец, вот посмотрите, да, он на 20 килограммов тяжелее, чем Шокимура. Но это ладно. Вроде бы изначально было оговорено, что это бой по правилам бокса. Однако, как потом все разводили руками, вот это мне всегда нравится. Сначала что-то происходит, все санкционируется, видеокамеры, а потом оказывается, что это бой был по правилам смешанных единоборств, в котором были разрешены броски и захваты. Рейфери говорил, что сам узнал об этом только за полчаса перед началом боя, но, естественно, проинформировал Шокимуру, который по-английски не разговаривает, почему-то именно на английском языке, о том, что это не бой по правилам бокса, а бой по правилам ММА. Этот бой, его, в общем, изначально рассказывали, что его санкционировали аж три федерации. Одна боксерская федерация, другая федерация боев свободного стиля и Китайская международная ассоциация смешанных единоборств. После боя, вот этого скандального боя, что мы увидим чуть позже, да, все три федерации отказались от подобного. Обратите внимание, что секундант японского чемпиона вот после каждого броска пытается вылезти в ринг и объяснить рефери, что происходит что-то непонятное. Кстати, по правилам бокса, вот в нормальных боксерских поединках, если секундант выбегает на ринг, то его бойца немедленно дисквалифицируют. Такое мы могли видеть, ну, в Америке неоднократно. Например, когда Карлос Малина был дисквалифицирован, если вы помните, такой был чемпион из Китая. Вот очередной такой бросок. Снова выходит представитель японского угла, но его опять отправляют обратно. То есть все идет как надо. Да, это, конечно, замечательное зрелище. Вообще, вот Сюань У, он такой, на самом деле, ну, он нормальный, настоящий боец. Вы его могли, например, видеть в ролике «Большой обман китайского кунг-фу», где он нокаутировал фальшивого мастера, который косплеил Брюса Ли. Он часто в таких вот интернет-боях участвует, такая популярная фигура, ну и хайп, побить чемпиона из Японии. Ведь, кто не знает, у каждой нации есть так называемая нация-враг. У французов это немцы, у англичан это испанцы, у поляков это русские, а вот у китайцев нация-враг это как раз японцы. Ну, кто знает историю, там сколько раз японцы нападали на Китай, захватывали. Ну и понятно, что простые китайцы будут очень рады, когда их боец на 20 килограмм тяжелее и по правилам Саньда будет драться с боксером, который был изначально уведомлен, что бой будет происходить по правилам бокса. Он просто сталкивает на пол раз за разом своего оппонента китайца. А вот сейчас смотрите, очень опасный бросок, после этого терпение представителей Шокимуры лопнуло. Они отказались от продолжения боя, после чего явно обрадованный рефери немедленно объявил победу китайского бойца техническим нокаутом. После этого боя очень многие, кстати, даже китайские поклонники единоборств критиковали Сюаньу, но он сообщил, что нужны ли Китаю правила для борьбы с Японией, если он не умрет, я не смогу заснуть. Японцев еще многие, а поддерживают Японию только китайские предатели. Вот смотрите, очень опасный бросок, так может даже сломать шею неподготовленному человеку. Ну и вот объявление победителя. Что тут можно сказать по поводу этого безобразия? Ну, видите, какие-то конфетти падают, как в песне Мишура нереальной любви, видимо, да? Ну, что вы думаете по поводу этого боя? Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был Дмитрий. Все вам доброго, удачи и, конечно, до новых встреч. До новых встреч.